И всем привет, ребят, с вами Страбанька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И на своих экранах вы видите такую вот интереснейшую вещь, как Тирлистик, в котором у нас есть все наши пушки игры. И есть определенные классы от С до Д. Это классы уровня и силы наших пушек. Сегодня мы поговорим как раз таки про них. И если два предыдущих видоса я записывал по топам пяти дронов и корпусов, то сегодня я решил попробовать новую интересную темочку в виде уже разбора всех пушек по Тир позициям. То есть в какую категорию каждая пушка примерно попадает на сегодняшний день и какой баланс пушек у нас имеется на сегодняшний день от самого большого до самого маленького. Данную темочку мне преподнес мой подписчик, он же Радулькин, он же Геночка. Если Геночка смотрит данный видос, то тебе спасибо огромное. Ну и если вам подобная тема зайдет, я потому что никогда подобного ничего не делал, с разбором именно каждой пушки, я постараюсь по каждой пушке тоже свою какую-то позицию сказать и почему я ее ставлю именно туда, то поддержите обязательно данный видос лайком, ну и в комментариях напишите, что вам эта тема интересна и вы бы хотели бы разбор в оружии невозможно каких-то, комбинаций определенных, потому что Гена подготовил темочку подобную и с корпусами и с комбинациями. Если эта тема зайдет, если вам это будет интересно, если активность по данным видеороликам наберется, то соответственно мы вместе с вами подобную тематику повторим, запишем, обозреваем и реализуем. Но тут все зависит от вашей активности. Я честно не знаю как лучше будет и с чего лучше начинать, да, с поставкой самого жесткого на мое усмотрение вооружения, либо просто пойдем по порядку, да, по балансу на сегодняшний день, что я считаю. Вообще Гена предлагал делать подобную вещь раз в месяц, то есть раз в месяц записывать видос про баланс вооружений, на мой взгляд, да, на, но даже не то, что вооружений, пушек, да, ну и если вот мы берем именно пушки. И рассказывать, что я думаю по каждой пушке плюс-минус, да, в каком они балансе находятся. Хотя просто если даже я расставлю от самого маленького к самому большому, уже будет выстроенной цепочкой. Для вас возможно это поможет, да, выбрать нужное вооружение, нужную пушку для игры в матчмейкинге на сегодняшний день. Здесь я буду делать акцент исключительно на возможность максимального набора очков, на нагиб пушки, на набитие большого количества киллов. И постараюсь, ну плюс-минус собрать правильную цепочку. Сложно поставить сейчас какую-то пушку в D категорию, потому что даже та же рельса является уже не столь слабой пушкой на сегодняшний день. И есть определенные комбинации, с которыми она уже будет работать, но давайте сделаем так, что она пусть будет пока что у нас в D. Ну и давайте лучше, наверное, даже по порядку пойдем. Вулкан. Вулкан. На сегодняшний день Вулкан. С чем он может быть реализован? Он может быть реализован с Диктатором. Соло комплектации, эффективность его, ну я бы не сказал, что жесткая. Резистов большого количества от него, наверное, нету. Но смотреться он будет, я думаю, что в каких-то ситуациях поинтереснее, чем рельса. Соответственно, я в C категорию его заношу. Гром один из самых сильных на сегодняшний день. Да, и если брать, например, грома с вакуумными снарядами, то это точно супер жесткая темка. Но все равно, все равно есть моменты, когда он до супер-мега-супер-мега-пупер-сильного чуть-чуть не дотягивает. Поэтому вашечку, я думаю, пока что, пока что. Может быть, мы сейчас еще, если что, подкорректируем. Может быть, я еще чуть-чуть передумаю. Гипер-скоростные в S в супер-сильный. Я думаю, что могло бы пойти в супер-сильный. Но если брать просто пушку, да, без устройств, либо с вакуумными, то это A категория. То есть, ну, это почти супер-топ, но чуть-чуть поменьше. Скорпион 100% супер-топ, 100% супер-топ. Сейчас нету большого количества резистов от него. Я, честно, не знаю, почему нету большого количества резистов от него. Но то, какую грязь он может делать на рои, это просто безумнейшая вещь. Просто безумнейшая вещь. Это очень жестко, прям безумно жестко. Сейчас это реально та пушка, которая может дать очень много, очень много, прям безумно много. Я не знаю, почему резов так мало, но я играю на Скорпионе, можно сказать, каждый день. И я этому рад. Я рад, что как раз-таки не так все плачевно для этой пушки. Хотя я думал, что от нее будет намного больше резистов. Магнум. Магнум супер-интерес. Я, если честно, в последнее время не делал на него акцент. Но он стал очень интересной пушкой. Очень интересной и крутой пушкой. Я не могу сказать, что он близко стоит с громом. Но при определенных раскладах его можно реализовать плюс-минус так. Его можно реализовать на таком уровне. Можно дать джазу с ним. Но все равно, если будет противник играть с большим количеством резистов, там уже будут большие-большие проблемы. На это акцент нужно делать. Гаусс. Что по резу, что по безрезу сейчас являются очень в хорошем балансе. За счет этой быстрой новой сводки. Я бы сказал, что он в супер-хорошей мете. Прям в супер-хорошей. И может показать безумно крутой результат. Поэтому вашечку, я думаю, что смело его можно определить. Так же, как и шафта. Шафт тоже плюс-минус. В таком же балансе. Находится даже в моментах, где-то может себя показать лучше. С пипеточкой. Очень грамотно. Очень качественно. Очень интересно смотрится. Жига. Это железно-д. Пушка, которая сейчас с устройствами, со статус-эффектами не поджигает супер-сильно. ДПМ в секунду. То есть, дэмэдж пера секунд нанос урона в секунду. Как я... Ну, ты уже все возможные варианты вам сказал. Чтобы вы поняли. У нее не супер-большой. Поэтому она не в супер-мете. Да, она не... Ну, то есть, дэ для меня это... Дэ для меня это что-то среднее. Да, то есть, я даже не могу сказать, что у нас есть хоть одна пушка, которая слабая. Сейчас, на сегодняшний день, по сути, даже нет ни одной слабой пушки. Хотя, еще месяц назад я бы сказал, что магнум слабый и риса слабая. Но на сегодняшний день ни одной пушки нет слабой. Ни одной. Любую пушку сейчас можно реализовать. Все зависит от того, как вы будете играть на ней. И если вы будете использовать ее самые сильные стороны, то это точно будет работать. Фриз это С. Ну, нужно просто сказать, что сейчас баланс настолько сильный, настолько много есть метовых устройств, что фриз будет смотреться на супер-хорошем уровне только в том случае, если вы будете играть группы против групп. Во всех других раскладах, на мой взгляд, те пушки, которые стоят выше, покажут себя лучше. Да, я бы сказал, наверное, так. Изида-вампиризм. Если мы берем именно Изида, то это вампиризм. Да. И тут Б-шечка железная. Железная. Прямо железная. Она будет супер-хорошо смотреться и супер-круто смотреться. Тесла под пульсарчик и под другие устройства тоже в Б. Я думаю, что закономерно залетает и реализуется тоже очень круто и эффективно. Молот. 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 Вот здесь я, если честно, бы даже задумался немножечко. Молот. Адаптивная перезарядка, если мы берем только адаптивную перезарядку, да, и паладин, то я бы поставил бы сюда. Если мы берем молот в целом, молот в целом, без адаптивной перезарядки и паладина, то я бы поставил его сюда. Да. Поэтому здесь такая спорная тема. Спорная. Очень спорная. Но давайте поставим его в Б, чтобы как раз-таки компенсировать адаптивную перезарядку и молот без адаптивной перезарядки. Да, потому что молот с адаптивной перезарядкой на паладине может делать лютую грязь. Прям лютую грязь. Да, он может быть супер-сильным. Прям супер-сильным. А на других устройствах, ну, мне, честно, не особо нравится, что получается на нем, да. Если брать прям максималочку ее, то, да, она будет крутая. Твинс. 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 Твинс магнетрончик, да. Твинс хорош. Резов от него нету, да. Но он не супер-хорош. Не супер-жёсткий. Да. И поэтому я, ну, наверное, бы поставил его бы в С. Он явно лучше, чем Жига, чем Рельса. Но не дотягивает до высшего баланса, да. И вот сейчас я смотрю на Магнум, который наравне стоит с Эзидой и Теслой. Ну, такое тоже, знаете, как-то... Ну, это реально, да. Это реально. Если вы будете прям супер-грамотно играть на Магнуме. Но я, например, точно бы... Вот если именно свой уровень игры на Магнуме, да, я бы брал бы, то я бы ставил бы вот сюда бы Магнума. Я бы ставил бы сюда бы Магнума. Но потенциал у него бешеный. Потенциал бешеный. Рикошет с Гелиусом. Рикошет с Гелиусом. На сегодняшний день, наверное, он в С. До нерфа он был в А. Железно. Он был в А. Но его занерфили, соответственно, я думаю, что он до С-шки упал. Даже не до Б, а до С. Потому что если взять резист от рикошета и не играть с кризисом на нем, то там все становится намного-намного тяжелее, чем хотелось бы. Чем хотелось бы. Смока. 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 Наверное, она находится в С, но мне очень сильно хочется ее поставить в Б. Мне очень сильно хочется поставить ее в Б, потому что у меня есть очень сильная любовь к этой пушке. Да. Симпатия к ней. И это вообще в свое время была самая моя любимая пушка в игре. И поставить ее ниже в сегодняшнем балансе, когда я даже не знаю, что может получиться какой-то результат. В катке дал более 70 килов на ней. Я считаю, что это очень хороший результат. И плюс на видос я тоже записывал Смоку против резов. Против пяти, наверное, резов, где по мне, ну так, не кисло работали. И она все равно себя показала очень неплохо. Поэтому со статус-эффектами, с Мака, с Гипериончиком, даже без кризиса, смотрится тоже очень-очень неплохо. Ну и страйкер. Страйкер. Про страйкер, наверное, вообще говорить нечего. И даже, если честно, поставить его в А или С. Дистанционка. Блин. Но она может даже и в С быть, если честно. А вот, по сути, потенциал всех вот этих вот пушек, да, всех этих пушек, которые стоят в А, он супер большой. Он супер большой. Да? И я бы сказал, что, 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 что любая из этих пушек, вернее, четырех пушек, да, в А категории. Любая из этих четырех пушек может быть в С. Может быть в С. Но дабы выделить Скорпиона, ну, то есть, если я беру вот по безрезу, да, я беру по безрезу. По безрезу Скорпион может дать, ну, самую, наверное, лютую грязь. Самую лютую грязь. Которая у меня лично получалась за последнее время, да. Вот я на постоянной основе использую Скорпион, Гром. Ну, вот эти пушки, грубо говоря, да, то есть, ну, в большей степени я играю на них. Да, и больше, чем на Скорпионе, за бой я ни на одной этой пушке не давал. Не давал. Значит, целесообразнее поставить такой рейтинг, да. Хотя, что Страйкер, что Гром, что Шафт, что Гаусс, может быть супер жестким. Супер жестким. Но, это надо, чтобы режим, чтобы определенная карта была, и чтобы это реально жестко совпало так, да. Тогда реализация этих пушек будет плюс-минус такой же, как Скорпион. Ну, если брать по резу, да, то есть, вот, ну, мы берем, как будто, вот, запикиваетесь в катку, и против вас 8 резов от пушки. Да, вот, от любой из этих пушек 8 резов. Я думаю, что, как раз-таки, Скорпион покажет себя лучше всего. Да. Такое вот у меня мнение. Пишите, что вы думаете по поводу этого топа, по поводу моего тирлиста. Я, честно, не знаю, как это вообще. Ну, наверное, это тирлист, да, тирлист это называется. Согласны вы с моей точки зрения, можете в описании также взять себе составить вот таких вот 5 столбцов, да. С, А, Б, Ц, Д, и написать свои пушки в этих тирлистах, да. Будет очень интересно почитать, узнать вашу точку зрения, если вы, например, не согласны с моей. Если подобная тема, как я уже сказал в начале видоса, вам интересна и идея нравится, то надеюсь на вашу поддержку. Именно по ней я могу понять, что стоит нам продолжить записывать подобного рода видосы. Так что лайкозавринг тушим, комментарий добавляем, на каналчик подписываемся, если еще не подписаны. Также нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забываем про текст создателя контента, который находится в настройках нашей игры. Откуда-то я уже даже тут вылетел. В настройках нашей игры. В аккаунтике, снизу, мой личный текст создателя контента, это TechTempe. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше. На 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танков, на все информации по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok